В центре внимания СМИ, в основном российских, сегодня оказалась цитата из выступления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турции. В его пламенном признании братскому народу в любви Россия оказалась в невыгодном свете. Эксперты тут же заговорили об изменении приоритетов внешней политики, другие, наоборот, увидели в словах мудрость казахстанского президента. Что такого сказал Назарбаев и для кого предназначались эти слова, пытались выяснить корреспонденты. Такая теплая встреча президента Назарбаева в Турции. И никаких переводчиков. Языки так похожи. Вот Назарбаев словно в подтверждении приветствует военных. И они дружно отвечают ему на своем турецком. Этот визит СМИ даже не нумеруют. За 20 лет Назарбаев посещал братскую Турцию так часто, что все уже и со счета сбились. И темы для обсуждения всегда стандартные. Увеличение товара оборота, инвестиции, взаимные подарки в виде памятников и названий улиц в честь лидеров. Но таких заявлений, как в этот раз, от Нурсултана Назарбаева никогда не слышали. Мы живем на родине всего тюркского народа. После того, как в 1861 году был убит последний казахский хан, мы были колонией Российского царства, затем Советского Союза. За 150 лет казахи едва не лишились своих национальных традиций, обычаев, языка, религии. С помощью Всевышнего мы в 1991 году провозгласили свою независимость. Ваши предки, уходя с исторической родины, из тюркского каганата, забрали с собой название тюркского народа. До сих пор турки называют лучших джигитов казак. Вот мы и есть эти казахи. И это сразу после такого душевного визита в Москву, где тоже говорили о росте товарооборота, о дружественно-экономическом таможенном союзе с не менее близкой Россией. Как теперь расценивать слова лидера Казахстана? И значит ли это изменение внешней политики? А может президент говорил для своих, для казахстанцев? Но почему-то в соседней России слова Назарбаева обсуждают куда активнее, чем на родине. Стареющий предводитель казахов, бывший идейный коммунист, ныне позиционирующий себя отцом великой казахской нации, все глубже погружается в маразм. И все больше начинает страдать провалами в памяти. Недавно он объявил Казахстан старшим братом Турции, разлученным сестрой, кровавым царским режимом. Это мнение бизнесмена, политолога и просто блогера Андрея Куприкова на сайте радиостанции «Эхо Москвы», вызвавшая жесткую полемику в многочисленных комментариях. Но эксперты с авторитетным мнением повода для споров и развития событий не видят. Назарбаев искушенный политик. Он знает себе цену, он знает цену отношениям с Москвой историческим, он знает, что в Москве знает ему цену. Более того, он знает, что в Москве им дорожат достаточно. На мой взгляд, заявление Назарбаева стоит воспринимать точно так же, как и заявление президента Киргизии. И в Киргизии, и в Казахстане. Вот уже 20 лет спустя, после того, как они стали независимыми государствами, идет процесс поисков самоидентификации. По инерции они считают возможным вот в этой стране, в этой столице сказать то, что нравится в этой столице. А в этой столице сказать то, что в этой столице нравится. Считая, что информация из этой столицы в эту столицу не попадет. Она попадает, интернет расставил свои серверы по всему миру. И поэтому они оказываются очень часто в достаточно глупом положении. Эти слова, может быть, до того Назарбаев и не произносил, но эти слова давно присутствуют в казахских учебниках. Опасений у российских экспертов по этому поводу нет. Назарбаева оценивают как политика старой закалки. А отношения Россия к Казахстан как самые стабильные на постсоветском пространстве. Только в Казахстане некоторые считают по-другому. Тюрки – это тысячелетние наши братья. Мы были одним народом когда-то, понимаете? Поэтому я полностью бы поддерживал такой процесс интеграционный. И надо, если, коли так, если мы признали, что мы были колонией, а, соответственно, Россия была митрополией, да, то встает вопрос, а зачем нам сейчас интегрироваться тогда с бывшей митрополией? Только 20 лет мы еще на ноги не встали, еще процесс деколонизации не произошел. Уже завтра экономист Мухтар Тайжан и другие общественники собирают очередную конференцию за отмену таможенного союза. Удастся ли таким образом остановить то, что заработало еще год назад? Вопрос остается открытым. Евдокия Гончарова, Москва, специально для КПлюс.